Кедровые орехи как перспективная бизнес-идея. В Колыванском районе в рамках программы поддержки малого бизнеса открыли уникальный цех по переработке безотходных кедровых шишек. Куда идут орехи, а куда скорлупа, знает Яна Зенченко. На этом производстве все. От лепестков шишек до скорлупы ореха на вес золота. Все идет в ход. Стружка для подушек, ядра для масла. Добраться до ядра – процесс непростой. Сначала шишку рушат или, проще говоря, очищают. А это второй объект рушения. Вот сюда вызывается готовое ядро, потом такими незамысловатыми движениями это все мелится, и готовая продукция выходит уже в мисфотех. Самая трудоемкая сортировка ядра – очистить от пленки, убрать мусор. Эту работу доверяют только женщинам. От их умелых и нежных рук зависит качество продукта. Ну, я не знаю, я уже привыкла. Не скажу, что сложно. Трудоемкая, конечно, усидчивость должна быть. Затем ядра отправляются на давку. Это уже работа для мужчин – добыть жидкое золото. Именно так называют кедровое масло. Уникальному продукту по целебным свойствам в мире нет равных. С древних времен не изменился и процесс приготовления. Чтобы получить литр масла, работать надо целый день. Шишка должна быть сухая. Шишку насыпаем, разрушиваем, очищаем ее от примесей. Потом идет процесс калибровки. Давят масло в специальном мешке, чтобы ядра не соприкасались с оборудованием. Экологической безопасности продукта здесь уделяет огромное значение. Да, мы используем дары природы. Мы находимся в производстве рядом с тайгой, 2 километра до тайги. У нас местные жители ходят, собирают травы в эту тайгу. Потом воду используем из ключа. Там проходит около тайги речка и там бьет ключ. Также эту воду используем, живую воду используем для изготовления продукции. На производстве трудятся только местные жители. Платят хорошо, да и из деревни уезжать не надо. Продукция расходится даже за границу. И кто знает, может малый бизнес еще прославит и район, и область. Яна Зенченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова